Георгиевская ленточка Противники спорного символа Великой Победы и казахстанские националисты Невозможно забыть, что в 1916 году, когда в республике вспыхнуло национально-освободительное восстание, туда были направлены войска Российской империи За подавление мятежа военных поощряли Георгиевскими орденами Отсюда и горький осадок казахстанцев при виде оранжево-черной ленты Однако кроме националистов об этом мало кто знает 9 мая, это великий праздник, канун 9 мая мы повязываем георгиевские ленточки В честь памяти о погибших во время войны Выражаем им таким образом дань памяти и уважения Ленточки обязательно нужно раздавать детям, студентам, школьникам, молодежи Для того, чтобы они все-таки каким-то образом приобщались к этой акции, к этому движению Депутаты Мажелиса тоже все как один надевают георгиевские ленточки и оправдывают это данью памяти великой победе Оранжево-черная лента красуется и на костюме бессменного лидера нации Нурсултана Назарбаева А между тем это символ завоевательной политики царской России Как принимавших свой состав народы, так и присваивающей их силой Склея вот эти георгиевские ленточки себе на грудь Мы демонстрируем верность интересам Российской империи Нам на 23-м году независимости давным-давно пора воспитывать у молодежи патриотизм к собственной стране А не к чужой стране Все-таки Россия хоть и пусть дружественная, но другая страна, не наша Почему мы должны детей, молодежь приводить и взращивать у них патриотизм к другой стране А вот и получается, что факт информационной зависимости народа Казахстана от России очевиден и неоспорим Страна не может быть свободной, служа идеалам другого народа А рядовые казахстанцы сплошь и рядом считают навязанную ложную ценность своей собственной Активно идет акция по раздаче ленточек в георгиевских Вы поддерживаете вот эту акцию? Ну я считаю, что нужно, это же память о наших погибших героях, о наших отцах и дедах Мне кажется, что это нужно, чтобы помнила молодежь, чтобы знали Правильно сделали, потому что эта ленточка – символ единения тем более русского народа, который победил Великое Отечество Завоевательная политика Российской Федерации сейчас тема номер один во всем мире Имперские амбиции Кремля открыты и несомненно Что касается георгиевской ленточки, она не лишена истории, но прежде всего, это самая масштабная российская патриотическая акция, стартовавшая в 2005 году Как к этому символу относиться и в чью правду верить – личное дело каждого Но главное помнить, что День Победы – всенародный праздник каждого жителя бывшей советской державы Субтитры создавал DimaTorzok